Санкции и международную повестку далее обсудим с нашим следующим гостем. В нашем эфире Владимир Хандогий, президент Украинской Ассоциации Внешней Политики, чрезвычайный полномочный посол Украины. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Здравствуйте. Добрый день. Итак, мы знаем, что к годовщине полномасштабного вторжения готовится принятие уже десятого пакета санкций против России. Как ожидается, там будут закрыты, обнаружены лазейки, через которые стране-террористу удавалось обходить некоторые ограничения. Будут ужесточены наказания для тех, кто задумает помогать России обходить санкции. Еще больше наступят на горло российским пропагандистским ресурсам. Возьмутся за Росатум, наконец. Ну и вдобавок планируется большинство этих санкций зеркально применить к Беларуси. Владимир Дмитриевич, каковы ваши ожидания от десятого пакета санкций и его влияния на Россию? И заблокирует ли его принятие давний соратник Кремля Венгрии? Она грозилась на этой неделе. Ну, на мой взгляд, задачи, которые анонсированы в связи с введением десятого пакета, очень амбициозные. Но ключевое слово здесь, по-моему, вот то, что вы сказали, лазейки. Понимаем, что это уже грядет десятый пакет санкций, до этого было принято девять пакетов. Эти пакеты предусматривали серьезные ограничения в различных областях взаимодействия с Российской Федерацией, предотвращение ее возможности финансировать военные действия и все остальное. Но, как показывает опыт и практика, не все так просто. И находятся возможности для обхода этих санкций целым рядом государств. Поэтому, на самом деле, вот эти лазейки, вот исключение возможности обхода санкций, должны, на мой взгляд, стать ключевым элементом десятого пакета. И я думаю, что вот уже Европейский Союз осознает важность именно такой постановки вопроса, с тем, чтобы, возможно, не настолько расширять номенклатуру санкционных мероприятий, сколько, все-таки, сосредоточиться на том, чтобы то, что было уже принято, не нарушалось. Вот, мне кажется, в этом будет лежать основная задача десятого пакета. Хотя, конечно, он предусматривает и новые элементы, и вот то, что вы говорите, информационные ресурсы, да, это очень важно на сегодняшний момент. Ну и атом, так сказать, санкции в отношении атомной промышленности России являются очень важными. Вот здесь как раз и момент, который касается Венгрии. И, как мы знаем, Российская Федерация строит атомную электростанцию в Венгрии, и поэтому Будапешт очень, так сказать, нервно отреагировал на то, что будут включены эти вопросы в десятый пакет, и вот уже угрожает, так сказать, ну, пока не угрожает, скажем откровенно, но уже было заявление Сиярта о том, что новый пакет санкций будет там контрпродуктивный, он будет, так сказать, препятствовать развитию и все остальное. Как, чем это все закончится, нам посмотреть? Мне кажется, что Европейский Союз уже нашел, так сказать, элементы, нашел рычаги воздействия на Венгрию, и в этом случае тоже, я думаю, как говорится, Венгрии говорят, и в конце концов... Ну, мы помним, как ранее Венгрия блокировала до последнего выделения нам помощи, там денежной, да, а потом в последний момент снимала свой блок, и решение было принято позитивно. Ну, можем догадываться, что, наверное, точно так же будет и в этом случае. Что ж, посмотрим. Теперь другая тема. С вчерашнего дня, наверное, можно говорить о невиданной со времен Второй мировой войны сплоченности, военной сплоченности стран Европы и США, после некоторого напряжения и паузы, когда уже и Британия, и Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Португалия, страны Балтии и даже США заявили, что готовы нам дать свои танки. Вчера мы, наконец, услышали добро и от производителя танков Леопард Германии. И действительно, сейчас можно говорить о мощной танковой коалиции, которая войдет в учебники истории наверняка. Как вы, Владимир Владимирович, оцениваете такое объединение стран? Ну, я думаю, это очень позитивное решение Германии. Мы были свидетелями, скажем так, колебаний, мягко говоря, Германии в отношении поставок. И не только танковые. Вспомните первые дни, первые месяцы войны, когда Германия вообще исключала любую возможность предоставления Украины какого-то вооружения. Сегодня эволюция этой позиции произошла, и мы имеем факт подключения в полном объеме Германии к этой танковой коалиции. Но надо всегда помнить, что танки все-таки это элемент всеобщей коалиции в поддержку Украины по широкому кругу вопросов. Вот, скажем, следующий Рамштайн, как говорят многие обозреватели и эксперты, будет уже авиационным Рамштайном. И там, скорее всего, мы будем свидетелями коалиции уже по поводу предоставления Украины современных средств военно-воздушных сил. Поэтому, да, танки, можно сказать, мы перелистнули эту страницу. Этот вопрос, если не закрыт, то, в всяком случае, мы продвинулись. Теперь на повестку дня выходят другие вопросы. Но я хотел бы отметить и такой нюанс, на который, в общем-то, может быть, многие не обращают внимания. Вы помните позицию Соединенных Штатов Америки о том, что вот они Абрамсы не будут нам предоставлять, потому что они там сложные в обслуживании и все остальное. 31 танк. И позицию Германии, которая заявила о том, что мы, в принципе, были бы на каком-то этапе готовы, но вот пусть американцы покажут пример, американцы говорят, или нет. И тут мы получаем заявление о том, что вот первые Абрамсы будут предоставлены Украине. То есть, я вижу в этом момент, что Германия все-таки получила то, что она хотела. Подключение. И тут нет худа без добра. В ответ на такую позицию Германии мы получили заявление Соединенных Штатов Америки о поставке нам Абрамсов, которые, на самом деле, может быть, если не на порядок, то значительно мощнее вооружения, чем те же Леопарды. То есть, ну, вышли мы из этой ситуации неплохо. Много танков для воюющей страны не бывает. Сейчас будет, я думаю, идти речь о количественном, как бы, показателе, сколько же все-таки, в конце концов, мы получим этих танков. Как сказал наш президент, сейчас главный вопрос – это сроки и объемы. И скорость, да. И скорость поставок – это главное. Но, конечно, не могли бы промолчать в Кремле. Как следует относиться к реакции Берлина на поставку Берлина танков? Посольство России в Германии заявило, я процитирую, «Решение Берлина поставить Киеву танки Леопард-2 крайне опасно. Она переводит конфликт на новый уровень противостояния». Какой уровень имеется в виду? Это угроза какая-то? Ну, понимаете, это, как бы, очекована та реакция, которую мы ждали от России, честно говоря. Я не знаю, о каком уровне они говорят. Идет полномасштабная война в полном объеме, поэтому о каких-то уровнях говорить, наверное, сложно. Естественно, они должны были прореагировать так, как они прореагировали. Но я думаю, что, в первую очередь, Германия, она также была, ну, как бы, осведомлена и знала об этой реакции, но приняла это решение. Поэтому я не думаю, что нам следует уж очень сильно переживать по поводу этих заявлений российской стороны. Ну, на упреждение, видимо, на упреждение. И в начале недели спикер Госдумы Володин пригрозил, что Россия примет ответные меры с использованием более мощного оружия, если США и стороны НАТО поставят Украине наступательное вооружение. Собственно, поставим, ну, уже решение это принято, более мощное. Это опять намекает на ядерную? Это намеки, в том числе и на ядерную кнопку. Но я думаю, что эти заявления и Володина, и других, все-таки, прежде всего, ну, имеют своей целью свою внутреннюю аудиторию. И, ну, каким-то образом же надо как-то реагировать и успокаивать свой собственный электорат в том, что вот мы таки будем все это препятствовать и отвечать, как положено. Ну, на самом деле, мы уже прошли этап, о котором, вот, они говорят, боязни какой-то и, так сказать, угроз, которые Российская Федерация выдвигает к нам уже, начиная с первых дней войны. Но, на самом деле, окажут нам свое работать. То есть, мы делаем свое дело, и наши союзники и партнеры делают свое дело. И вот в этом смысл происходящего. А реакция российской стороны, она предсказуема. И, ну, вот, пусть говорят, как говорится. Да, это действительно очень показательна, как вы уже сказали, позиция Германии, которая в начале полномасштабного вторжения, об этом рассказывал Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании. Мы в Германии, ну, собственно, вообще не верили в вероятность этой войны. И где-то потом уже готовы были принять новые реалии. А сейчас, после решения о поставках танков, это кардинальное изменение. Вот, поэтому, я думаю, никаких страхов не осталось. Первая реакция Германии, это поставка 5000 кассок, которых мы так не могли дождаться. Кассок с вооруженным силам в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Ну, конечно, это было несколько смешно, если бы не было так грустно. Но эта эволюция, она, в общем-то, дает основания полагать, что Германия будет продолжать свою позицию, и она будет наращивать свои усилия по помощи Украине. Да, и сразу после такого важного для нас решения о Германии, наш президент Владимир Зеленский в частном порядке созвонился с Олафом Шольцем, поблагодарил немецкого канцлера, потом обсудил это решение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. И сейчас хочу вас спросить по поводу расширения НАТО. Итак, Украина рассчитывает получить четкий сигнал приглашения в Альянс уже на следующем саммите НАТО летом этого года. Мы понимаем, для этого нужно пройти сложный путь, на котором в первую очередь победить в войне. Верим, приближаем нашу победу каждый день. Но спросить хочу вас о вступлении Швеции в НАТО. Нешуточный скандал сейчас разгорается у этой стороны с Турцией, которая пока не дает зеленый свет шведам в Альянс. Накалила ситуацию до предела акция протеста у турецкого посольства в Стокгольме на прошлых выходных, где был сожжен Коран. Как вы считаете, чем все может закончиться? Ситуация сложная. Я думаю, нельзя закрывать глаза на то, что происходит. Но и как бы преувеличивать значение этих событий тоже не стоит. Турция заняла эту позицию. Я думаю, что в ближайшее время она не сойдет с этой позиции. Но нам, я имею в виду партнерам по НАТО и прежде всего членам государств НАТО, нужно продолжать воздействие на турецкую сторону с тем, чтобы все-таки она сняла свои возражения. Но здесь нужно, знаете, ответить на вопрос. А кому это выгодно, как это всегда бывает? Кому выгодно, невыгодно, вернее, вступление Швеции и Финляндии, Швеции в НАТО? Естественно, первая кандидатура, которому это невыгодно, это российский президент, российская федерация. Поэтому я думаю, что эта страна делает все, что в ее возможностях и силах с тем, чтобы предотвратить, в общем-то, фактическое присоединение, в данном случае, Швеции к Альянсу. Ну и тут, как бы, они получили достаточно весомые аргументы, весомые для турецкой стороны, которые они используют, российская федерация, нагнетая эту ситуацию. Я хочу напомнить, что, например, позиция Греции по отношению к вступлению в Македонию была, как бы, она оставалась в течение 10 лет. Греция блокировала вступление Македонии в НАТО по, ну, не сказать, другому поводу, но, тем не менее, принципиальному для Греции. И, в конце концов, был найден компромисс. Я все-таки думаю, что здесь тоже мы можем говорить, и мы должны говорить о нахождении компромисса между требованиями Турции и позицией, которую занимает Швеция. Конечно, тут есть еще один нюанс. Сейчас пошли разговоры о индивидуальном вступлении. Раньше мы говорили о тандеме, о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, и такое решение было уже принято для двух государств. Но я думаю, и Финляндия об этом уже заявила. Да, по отдельности не хотят, да. В случае каких-то обстоятельств, возможно, вступление Финляндии сначала, а в последствии снижения Швеции. Хотя это было бы очень нежелательным сценарием. Но, тем не менее, вопрос очень сложный, повторюсь, и надо НАТО работать в этом направлении с Турцией. Естественно, учитывая позицию Российской Федерации, я думаю, тут уши торчат очень-очень. Владимир Владимирович, ну смотрите, уши торчат. Вот сейчас уже вскрывается информация, что за сожжением священной для мусульман книги Корана у турецкого посольства Швеции может стоять журналист, работавший с российскими пропагандистами Russia Today. То есть, как вы предполагаете, это могла быть намеренная провокация России, чтобы накалить ситуацию. Конечно, Россия делает все, чтобы предотвратить вступление. Вы помните, главный аргумент, вернее, главный такой тезис российской пропаганды был приближение НАТО к границам России. И вот то, что они задели в Украине, развязали войну, это чтобы предотвратить. И тут они получают одномоментно расширение прямой границы между НАТО, ну как бы от государства, в которое они были уверены, где-то спокойно спят и даже не мечтают о том, чтобы вступить в НАТО. Поэтому, естественно, они сейчас активизировали свою деятельность. И нам, ну всем, я думаю, и членам НАТО, и тем, кто сейчас в этом задействован, надо думать, как противостоять этим действиям Российской Федерации. Это укладывается в концепцию гибридной войны, которую разрабатывал Герасим. Да, она продолжает иметь место концепция гибридной войны. Хотя есть активная фаза прямой войны, но элементы гибридной войны тоже присутствуют. Но уже по отношению, ну если против нас ведется открытая, так сказать, война, то, скажем, со Швецией и Финляндией мы можем говорить о гибридной войне. Да. Которую идет Российской Федерации. Ну и с другой стороны, мы тоже часто об этом говорим, что некоторые из Станы, где-то и балансируя, не занимая четкую позицию по отношению к войне, к России как стороне-агрессору, пытаются заработать какие-то дивиденды. И в том числе и о Турции мы так тоже говорили. Да, да, там есть и очень такой прагматичный подход тоже. Это и поставки авиации со стороны Соединенных Штатов Америки, то, что было заблокировано в связи с размещением российских ПВО на территории Турции. Ну и другие элементы. Ну и Турция играет такую, знаете, принимает попытки усидеть на двух стульях, сыграть. Ну и в то же время где-то набивает себе цену, значимость, да, и что-то выторговывают за этим. Безусловно. И ваша позиция сейчас, и ваше наблюдение по поводу Китая, отношениям с Россией. На две недели назад, если не ошибаюсь, была серьезная, ну такая утечка в Financial Times, точнее не утечка, а на правах анонимности, китайские чиновники из МИДа говорили о том, что не понимают Путина, не понимают его действий, не видят никакого смысла в этой войне. И многие расценили такую информацию, что мы понимаем, в Китае так просто утечка не случится, да, и так просто журналисты из МИДа, журналисты не будут общаться с чиновниками из МИДа. Что это все неспроста, и что Китай уже принял окончательное решение и будет дистанцироваться от Путина и от его кровавой войны. Вы наблюдаете такие процессы? Ну, намеки на такую позицию на, так сказать, изменения в сторону дистанцирования, они есть, они просматриваются. Ну, вспомним хотя бы заявление Российской Федерации о, так сказать, эвентуальной возможности применения ядерного оружия и реакцию Китая на это заявление. Они жестко поставили вопросы невозможности применения, вообще даже разговоров о применении ядерного оружия. И это для них, я думаю, красная линия. И если Россия будет продолжать эту риторику, угрожая применением ядерного оружия, то, естественно, она тем самым подвигнет Китай в сторону дистанцирования. Но пока я все-таки замечаю политику равноудаленности. Можно это называть политикой нейтралитета, но китайцы любят говорить о равноудаленности от участников и, так сказать, находиться над конфликтом и, как бы, занимать позицию, так сказать, и вашими, и нашими. Китай преследует свои интересы, у них есть серьезные проблемы и серьезные возможные проблемы в связи с их позицией по отношению к Тайваню. Они рассчитывают на поддержку России в этом вопросе. Поэтому так вот просто уйти от России, я думаю, они не смогут. Они будут, сколько это возможно, продолжать такую, ну, я бы не сказал, двуличную, ну, скажем так, позицию равноудаленности, насколько она будет эффективной, посмотрим. Но рассчитывать нам, мне кажется, на какой-то скорый отход Китая от поддержки Российской Федерации нам не приходится. Нам нужно с Китаем все-таки работать, хотя бы назначить посла в Китай после стольких лет отсутствия. Вот это, давайте сделаем первый шаг, а потом мы можем говорить о том, будет или не будет Китай двигаться в сторону от России. Знаете, это факт вообще попьющий, на мой взгляд. Но, тем не менее, то есть больших надежд я не возлагаю на позицию Китая, она все-таки остается, если не пророссийской, то, в всяком случае, такой внутренней пророссийской. Поэтому вряд ли мы можем ожидать изменения этой позиции в ближайшее время. Что ж, спасибо за ваше разъяснение. Владимир Хандогий был в нашем эфире, президент Украинской Ассоциации Внешней Политики, чрезвычайный полномочный посол Украины. Спасибо. До свидания.